Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. У нас был разговор с Госдумой, с депутатами Госдумы, с Терентьевым, ее помощниками. Они отдыхали, приезжали в город «Анапа». Они сказали, что лучшего города не может быть. Равнение на «Анапу». Опыт формирования доступной среды в городе-курорте высоко отметили на федеральном уровне. Мы проезжали, доступ был открыт, никто нам не препятствовал, все хорошо было. Справедливость восстановлена. Проезд на смотровую площадку «Ласточкины гнезда» открыли, но надолго ли, выясняли наши корреспонденты. Республика детства начинается здесь. «Анапа» раскрывает творческие способности юных отдыхающих со всей страны. Глава «Анапы» провел еженедельный прием граждан. В этот раз с Юрием Поляковым встретились четверо жителей города-курорта. Он вник в суть обращения всех заявителей, каждый из которых получит письменный ответ. Вместе с тем, далеко не все вопросы, с которыми приходят жители к голове, находятся в компетенции муниципалитета. Чтобы ситуация не выходила из правового поля, необходимо обращаться в правоохранительные или надзорные органы. В других случаях необходимо детально разбираться, получать дополнительные документы. Процесс находится на контроле у муниципальных служб. Чтобы записаться на прием к главе города, необходимо обратиться в отдел по работе с обращениями граждан. Запись осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 15 часов. Доступность «Анапы» для людей с ограниченными возможностями здоровья отметили на федеральном уровне. В «Анапу» приехала координатор проекта партии «Единая Россия. Единая страна. Доступная среда» Татьяна Гелуненко. Она смотрела центральный пляж, пообещала поддержать команду «Анапы», которая намерена сделать город-курорт своеобразным центром притяжения для инвалидов, где они могут проходить реабилитацию и просто отдыхать без каких-либо барьеров. А в муре они как? Вот они прям вкатываются в муре? Да, мы его за озером. Речь о такой вот специальной коляске. Александр Копысов из Комсомольска на Амуре готовится к часовому заплыву. Тем временем заместитель главы города-курорта Эдуард Балмышев показывает региональному координатору партийного проекта по доступной среде Татьяне Гелуненко инфраструктуру центрального пляжа для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. Специальная раздевалка, специальный туалет, пандус, ведущий в медицинский кабинет. Это начало рабочей поездки, чтобы ознакомиться с тем, как обстоят дела с доступной средой в муниципалитетах. Почему первый город Анапы? Потому что у нас был разговор с Госдумой, с депутатами Госдумы, с Терентьевым, ее помощниками. Они отдыхали, приезжали в город Анапы. Они сказали, что лучшего города не может быть. И поэтому я, живя в Краснодарском крае, решила действительно, как координатор партийного проекта, приехать именно в Анапу. И я не ошиблась в том, что действительно этот город, он достоин. Возвращение Александра Копысова после почти часа, проведенного в море. Об изменениях и о том, что нравится в Анапе, он говорит с позиции постоянного отдыхающего. В этом году очень хорошо сделали вот эти настилы, переодевалку для инвалидов, навес для инвалидов. Ребята со специализированного пляжа приезжают на центральный, чтобы покупаться. Только благодаря этой лодке и благодаря благоустройству, которое здесь есть сейчас. Мы были на многих санаториях в разных городах, но здесь город более доступен для колясочников. И здесь где погулять, очень много кафе, очень много улиц пешеходных, музыки, концерты всякие. Здесь есть чем вечером заняться. Доля не только гостей, но и жителей с ограниченными возможностями здоровья в Анапе выше, чем в среднем по краю и стране. В управлении социальной защиты фиксируют рост каждые три месяца. Это связано в том числе и с условиями быта. В Анапе 323 специально адаптированных объекта. Это самый крупный список в регионе. Помимо обязательных школ, социальной инфраструктуры, он постоянно пополняется за счет своеобразных специальных заказов. Я хочу сказать, что очень хороший контакт и очень хорошая совместная работа. У нас очень живой совет по делам инвалидов, поверьте, очень живой такой. И где сами инвалиды являются членами нашего совета, сами выступают с предложениями, активно их вносят. Более того, когда мы, допустим, ставим на контроль какие-то вопросы на совете по делам инвалидов, потом сами инвалиды наши, они докладывают о том, как этот объект адаптирован конкретно для этой группы граждан. По словам Татьяны Гелуненко, не исключено, что городу-курорту выделят дополнительные средства из вышестоящих бюджетов на дальнейшее совершенствование инфраструктуры. Реально мы будем добиваться, потому что без краевых средств городу очень сложно будет. В муниципалитете действует специальная программа «Доступная среда». В этом году ее объем – порядка двух миллионов рублей. В процесс активно включаются предприниматели. Где есть возможность, мы просим, нам оказывается действие. Но если будут дополнительные средства выделены, естественно, мы их правильно внедрим, вложим туда, куда необходимо. Я бы хотел, чтобы зимой хотя бы был центральный пляж, да, у нас остался вот в такой же инфраструктуре, чтобы они хотя бы могли подъехать. Подышать воздухом, да. Подышать воздухом, да. Не потому, что в Анапе есть крупные санатории, где занимаются реабилитацией после травм, инсультов и других тяжелых недугов. Помимо этого, комфортнее будет родителей с колясками, просто пожилым людям, да и вообще всем жителям и гостям курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. История со шлагбаумом на смотровой площадке «Ласточкины гнезда» получила продолжение. После большого общественного резонанса и визита комиссии администрации города, бесплатный проезд там вернули. Наши корреспонденты выехали на место, чтобы убедиться в этом. Буквально несколько дней назад на этом самом месте была установлена цепь ограждения. Некие люди взымали плату за проезд на смотровую площадку. Но после того, как здесь побывала команда главы города, предпринимателям пришлось внести коррективы в свой бизнес-план. Теперь деньги за проезд не взымают. На смотровой площадке «Аншлаг» многочисленные туристы любуются красотами Анапского побережья. С экскурсией или в частном порядке все они смогли проехать сюда беспрепятственно. Мы проезжали, доступ был открыт, никто нам не препятствовал, все хорошо было. Однако, несмотря на снятие блокировки, представитель субарендатора этой земли внимательно следит за обстановкой. Он дежурит на въезде. Правда, завидев камеру, спешно отошел прогуляться. Но и мы прогулялись в его сторону. Теперь кто хочет, да, может проехать бесплатно. Мы так и проезжали. Здесь было немного пересбора на облагораживание территории. Но если всего 100 рублей для того, чтобы облагоразить территорию, то бишь убрать ее. Созагнали транспортно, расчистили дорогу. Здесь расчистили, здесь все было заросшее, мусор убрали, поставили в мусорные баки. И так будет или это временно, потом поставят опять? Я не знаю, там как руководство пишет. А вы здесь находитесь для чего? Смотрю за порядком. А это, видимо, и есть то самое благоустройство, о котором говорит сотрудник. Будущая торговая точка – один мусорный бак. Каких-то особенных работ по облагораживанию территории не видно. Да и нужны ли они здесь? Ведь анапчане и туристы любят это место именно из-за дикой природы, нетронутой человеком. Это как местная достопримечательность. И сюда должны приходить туристы, смотреть на красоты, на природу, а не на ларьки с мороженым. Их и так хватает. Я бы была против. Должно все остаться так, как есть. Ну, это все испортит, конечно же. Нужно, чтобы была нетронутая природа. Останется проезд бесплатным или шлагбаум установят вновь после всех так называемых благоустроительных работ, пока не ясно. Однако анапчане настроены до последнего отстаивать право на свободный доступ к достопримечательности. Да какие деньги за проезд, я вообще понять не могу. За это вообще ничего не должны брать. Не будут убирать, будем сами его убирать. Конечно, своими силами будем убирать этот шлагбаум. Кроме того, ситуация на особом контроле главы города Юрия Полякова. Администрации уже направлены материалы в правоохранительные органы, Росреестр и Росприроднадзор для разбирательства и принятия конкретных мер. Мы также будем следить за развитием событий. Ольга Родина, Анапа-регион. В Анапе стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу». В рамках проекта, организованного Центром социального обслуживания населения, любой желающий может оказать посильную помощь землякам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одним из первых на призыв о помощи откликнулся бизнес. Сегодня представители коммерческой организации вместе с соцработниками навестили семьи. Школьные принадлежности, продукты питания, бытовая химия. То, что многим кажется обычным и доступным для семей с очень низким уровнем дохода, часто непосильные траты. Наталья Хорошилова – мама семерых детей, в их числе сложный ребенок-инвалид. Женщина признается, если бы не добрые люди, неизвестно, как бы справилась. Очень благодарна отзывчивым предпринимателям и куратору их семьи из Центра социального обслуживания. Как-то так стрясет. От счастья, от возбуждения, не знаю. Трудно объяснить. Переполняет. Четверо по лавкам и у Алексея Безруцкого. Отец воспитывает детей в одиночку. Мать бросила семью полтора года назад. Два мальчика и две девочки полностью на его попечении. Помогать некому. Однако мир не без добрых людей. И сегодня в семье маленький праздник. Дети радуются обновкам и школьным принадлежностям больше, чем игрушкам. Помогают. Спасибо им большое, что не оставляют ситуации трудные. Очень помогают. Спасибо этому центру. Все эти наборы для детей приобрела одна из местных коммерческих компаний. Кроме того, помогают и просто простые жители города-курорта. Ведь для того, чтобы совершать добрые поступки, важно иметь в первую очередь желание. Если мы умеем зарабатывать, значит мы умеем и делиться. Это дорогого стоит. Нам очень хочется помогать людям. Мы пообещали деткам, что мы их не бросим. Мы будем к первому сентябрю купим им форму, как и говорили. Портфели купили, начинку сделали. А дальше купим им форму, чтобы они смогли полноценно пойти в школу. Особое внимание в этой акции мы уделяем многодетным семьям. И сегодня мы приехали именно в такие семьи, для того, чтобы передать помощь по подготовке детей к школе родителям этих детей. Нас ждали. Мы готовились к этой акции. Акция продлится до 15 сентября. Желающие принять участие в проекте и оказать посильную помощь могут обратиться по адресу. Анапа, улица Советская, дом 134А. Руслан Душевский, Анапа, регион. Лето в режиме нон-стоп. В Анапе действуют детские игровые площадки, организованные молодежным центром 21 век. На улице Ленина развернулся целый спортивный комплекс для проведения веселой эстафеты. Зажигательная музыка, увлекательные головоломки и творческие конкурсы. И все это в режиме нон-стоп. Валерий Хижняк занял первое место в конкурсе «Хула-хуб». Переехал с родителями в Анапу из Надыма 12 лет назад. И все это время каждый год он постоянный участник площадки нон-стоп. Юный спортсмен придерживается активного образа жизни. Занимается лыжами и обожает атмосферу соревновательного духа. Перед стартом и финишем особое ощущение нравится. Когда прям почти, но цель впереди. Здесь всегда очень много детей. Одна из тех площадок, которые всегда нас очень активно принимают. Здесь много ребят, которые занимаются спортом. Они всегда ждут здесь какие-то спортивные состязания, мероприятия. Очень любят играть в интеллектуальные игры. Каждый вечер они с вожатами здесь такие занятия проходят. Ну рисовать любят. Поэтому здесь такая активная довольно-таки площадка. Вот именно с детьми мы работаем здесь всегда очень активно. Игры рассчитаны на работу в команде. Головоломки, спортивные эстафеты. Десятки ребят собрались на площадке, чтобы провести свой вечер в компании друзей. Проявить себя смогли и юные художники. Цветными мелками дети изобразили свои самые любимые сюжеты и воспоминания о лете. Я-то космонавт. Он летит на Луну. Потому что я очень люблю планеты. В этом году в Анапе в сельских округах действует программа постоянных летних площадок. Для 51 двора были выбраны опытные вожатые, которые ежедневно работают с детьми. Это уже восьмой нон-стоп. Следующий пройдет в одном из дворов улицы Крылова. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. С оригинальной творческой программы на театральной площади выступили дети из оздоровительного лагеря премьера. В рамках масштабного фестиваля Анапа-республика детства сотни детей из Санкт-Петербурга, Норильска, Москвы, Краснодара и других городов страны раскрывают свои таланты и артистизм на большой анапской сцене. Республика детства считается одним из самых продолжительных и масштабных фестивалей Юга России. Его итоги подведут в конце августа. К берегам родным будет тяга непреодолимой, хоть откуда, но вернусь я к ним, потому что русский я по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя славянка и меня в России родила. Станислав из Краснодара. Отдыхает в лагере премьера не первый год. Сегодня он читает стихи. Строки из произведения мал еще посвящены России. Юный артист тяготеет именно к военно-патриотической тематике. Он неоднократно принимал участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах, выступал на государственных праздниках, за что и получил сегодня благодарность от министра культуры Кубани. Это мое любимое стихотворение. Оно несет за собой патриотизм к родине. А я очень предан своей стране. Я люблю ее безумно. Надо понимать о том, о чем ты читаешь. Слова говорить не просто так. Ты должен понимать смысл каждой строчки и каждого слова, несенными этим стихотворением. По словам руководителей творческих объединений, воспитанники оздоровительного лагеря премьера, одни из самых сильных на фестивале. На галоконцерте юные артисты продемонстрировали цирковое искусство, хореографические номера, инструментальное творчество, а также вокальное мастерство. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мава, пусть всегда будут небо. Я занимаюсь очень талантливыми детьми. Они, мне кажется, у нас самые лучшие. И дети все талантливые. И они занимаются целый год для того, чтобы выйти на сцену, увидеть зрителя, увидеть их восхищенные глаза, улыбки, услышать аплодисменты. Поэтому для них это очень важно. Без этого они, я так думаю, уже и жить не могут. Фестиваль «Анапа. Республика детства» проходит на протяжении всего курортного сезона. Детские лагеря и оздоровительные центры в отведенные дни презентуют свои творческие программы. Ребята из премьеры неоднократно занимали первые места и гран-при. Как отмечают организаторы, у них есть все шансы на победу и в этом году. Итоги фестиваля подведут в конце августа. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, «Анаприги». Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова